Приветствую вас, Анна. Собственно, начать, наверное, свой ответ я бы хотел с того, что вы не задаёте вопрос, кроме того, что спрашиваете по поводу ориентации своего мужа. По ориентации вашего мужа мы вам, понятное дело, не подскажем, потому что, ну, это очень личный вопрос, очень интимный вопрос, и вот по одному такому небольшому тексту, даже не общаясь с вами, на мой взгляд, ну, совершенно невозможно сказать что-то, что там да как, да? Вот. Но можно на основе вашего текста выделить некоторые моменты, отдельные моменты, на которые можно обратить внимание. Итак, какие это моменты? Вот, давайте посмотрим, как вы строите свой текст. Живём с мужем уже больше десяти лет. Растим сыном шести лет. Вот, растим сына шести лет, казалось бы, звучит, ну, нормально, обычно. То есть, мы родители, мы растим сын. Но для меня это выглядит так, что сын, это в определённой степени такое растение, которое нужно растить, да? Потому что вы его уже не воспитываете, всё, после пяти лет уже нет воспитания как такового. Есть только направление, направление определённое. И, во-вторых, мы растим его. То есть, кто мы? Ну, вы, может быть. Ваш муж, может быть. Но не вы. То есть, понимаете, идёт некое слияние. Идёт некое слияние, идёт, вероятно, некоторый уход в родительство. Такой вот, ну, чрезмерный уход в родительство. И, собственно, становится меньше вашего гендерного поведения. Становится меньше вашего женского поведения. Понимаете? Какая штука. И это важный момент. То, что вы менее проявляете себя как женщина. Отношения с мужем, отношения у мужа с сыном прекрасны. Много времени проводят вместе. Для сына такая радость, когда папа думал в дом. Вот здесь, честно говоря, не очень ясна ваша логика. Причём с отношением мужа с сыном. То есть, какую вы здесь видите связь? Для чего вы это написали? На столе у меня закладываются странные мысли о его бисексуальности после того, как обнаружила соответствующее проявление субстанции на его одежде. У него недостаток интимной жизни со мной. Вопрос. Что значит этот вопрос? Это неуверенность в себе. Неуверенность в себе. Это страхом вы сможете казаться непривлекательным и так далее. Сексуальная жизнь, мне кажется, у нас нормальная. Анна, ну, во-первых, если вам кажется, это не основание, потому что вам может казаться все что угодно, а как оно есть на самом деле, это нужно выяснять. Во-вторых, помимо вас есть ещё мужчина, у которого могут быть свои предпочтения. И здесь важно не ориентироваться на то, что вам кажется. Здесь важнее узнать у мужа, всё ли его устраивает. Так, полноценные, полноценные интимные жизни у нас где-то раз в месяц-полтора, это довольно мало. Это довольно редко. Это довольно редко. А ласки постоянно, ну, как минимум, несколько раз в неделю. Ну, постоянно и несколько раз в неделю, это, мне кажется, тоже немножко разно. Так что, здесь как-то вот всё весьма неоднозначно. Опять же, ласки могут нравиться вам, но как их воспринимает ваш муж? Могут нравиться мужу, но как это воспринимаете вы? Мы ведь не секс-машины, может быть усталость, настроение, не все другие обстоятельства. Ну, в принципе, вы правы, но потребность есть потребность, плюс темперамент и, как бы, некая такая раскованность. В интимной сфере, в принципе, способны решить все эти, в общем-то, общие для каждого проблемы. Проблема. Решила искать в телефоне, пролезла в компьютере телефон. Ну, здесь вы говорите о каком-то недоверии своему мужу, здесь вы говорите о недоверии, в первую очередь, в себе и своему собственному выбору. Вот, здесь вы говорите о нарушении личного пространства своего мужа, здесь вы говорите о нарушении его личных границ, здесь вы говорите по факту о вмещательстве в его личные границы, о неуважении к ним, о обесценивании их. Вот. И, ну, это очень, очень серьезно на самом деле, потому что данное проявление свидетельствует о наличии достаточно серьезных проблемах у вас в отношениях. Как мне кажется, как мне кажется. Вот. Потому что, простите, но, такое поведение для людей, которые друг другу доверяют, оно, на мой взгляд, ну, мягко говоря, неприемлемо. Вот. Здесь вы свои собственные страхи, свою собственную тревожность, свое привычное желание доказать таким вот способом, что вы привлекательный, что вы, ну, что вы ценный, что вы... Что вы важны? Вот. Как бы, ну... Таким образом, вы пытаетесь это как-то компенсировать. Таким образом. Вот. Вот. Но проблему вашей неверности это не решит. И не решает. Потому что это именно ваше, ваше восприятие ситуации. Это именно то, как вам, ээээ... то, как вам видится, эээ... вот, то, что происходит. Понимаете? Вот. Поэтому здесь нужно разбираться именно с вашей, с вашей реакцией на, вот, эээ... ну, на то, что происходит. На то, что... ээээ... на то, что произошло. Дальше. Значит, ээээ... Прочерстило все безиспешно. Ну, вот. То есть, как бы... Это... страх. Ваше медведь, это страх. Эээ... Друзей мужиков не одного. Все это так странно. Ээээ... Ну, какая может быть ориентация, что он вообще с мышким полом не контактирует. Эээ... Почему вы думаете, что именно мышкой пол? Да. Как-то, ну, на мой взгляд, несколько странно, что вы именно... ээээ... Гомосексуальность здесь, эээ... обращаете внимание. Вот. Так что... Повторюсь, эээ... Повторюсь, эээ... проблематика здесь именно о вашей неуверенности в эээ... Это крайне важно понимать, что... эээ... ваша неуверенность в себе... ээээ... Я бы сказал... Я бы сказал... ээээ... Некоторая... ээээ... Некоторая... Некоторая... Противоречивость в ээээ... Ээээ... Интимном... Поведении... Именно противоречивость некоторая. То есть, некая такая... Ну, я... Опять же, я... Опять же, я бы сказал... Некоторая... ээээ... Не... Аутентичность... ээээ... В... Вашего... Поведения... В... Интим... В интимной сфере... ээээ... И... Эээ... Растворение... В... Эээ... Эээ... Других людей... Ну, в данном случае... В данном случае... В данном случае... Речь идёт о... Семье, конечно. Ээээ... Всё это ведёт к... Существенному негативу. Всё это ведёт к тому, что... Эээ... Вы чувствует себя неверно. То есть... Эээ... Поставайтесь подумать... Ээээ... Вот... Делать всё то, что вы... Что вы делаете. Что именно вами что-то ведёт. Именно вы чего хотите в этой ситуации. Именно вам что нужно в этой ситуации. Вот... Повторайтесь ответить о себе на этот вопрос. Потому что это... Ну, вообще говоря, очень важно. Вау. Эээ... Определённые... Нарушения, определённые проблемы в интимной сфере... Ээээ... Абсолютно нормальны для... Эээ... Ну... Эээ... Для пар... Эээ... Сопротивских. Эээ... Вот... Абсолютно нормальна эта история. Эээ... Важно... Как бы... Спокойно. Эээ... Без... Ээээ... Какого-то... Эээ... Серьёзного, личного негатива к этому подходить. Эээ... Вот... Эээ... С пониманием. И так далее. Эээ... На мой взгляд, вы этого... Не делаете. На мой взгляд, вы... Не подходите к этому таким образом. К сожалению. Эээ... И на мой взгляд... Ээээ... Вероятно, именно это... Является основной проблем... Проблемой. Эээ... Обратите внимание на ваш... Вопрос... Где вы... Пытаетесь... Понять... Именно... Ээээ... Своего... Мужа. Вы пытаетесь узнать что-то о мужа. Но не хотите... Разобраться в себе. А именно... Разобраться в себе здесь... В первую очередь... Необходимо. Необходимо. Потому что... Это очень сильно влияет на... То, как вы... Себя ведёте. Очень сильно влияет на... То, как вы к себе относитесь. Что очень сильно влияет на ваше поведение. Которое... Из-за... Подобных... Моментов... Становится несколько менее... Естественным. Становится несколько менее... Становится в большей степени... Ориентированным... Ориентированным... На... Вас саму... То есть... Становится... Рэкет... 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 Рэкетным... Вот... В рэкетном поведении... Понятное дело... Эээ... Хорошего... Нет... Ничего... Ничего... И... Именно поэтому... Так важно... Так важно... Вам в первую очередь... Разобраться в себе... На... Ну... На мой взгляд... Эээ... Безусловно... На мой взгляд... На мой взгляд... Вот... Я бы... Конечно... Обработал бы с лишними границами... Чтобы... Научиться как-то более уважительно... Относиться к... Личному пространству... Эээ... Своей близкой... Потому что... То, что вы... Эээ... Ну вот... Валезли в... Телефон человека... Да... Эээ... Безуведомо... По сути... Это, конечно... Очень... Эээ... Неуважительно... Эээ... Это... Очень... Неважительно... Отношение... К... Эээ... Близкому... К... Вашему... Мужчине... Вот... И... Опять... Свидетельствует... Наличие... Эээ... С... Эээ... Сильного... Эээ... Сильного... Эээ... На... Мой взгляд... Эээ... Переживания... Эээ... Вашему... Переживания... Эээ... Именно... Относительно... Вот... Ну... Ну... Чего-то... Да... То есть... Такое... Поведение... Оно... Эээ... Ну... Оно... Неприемное... По вторых... Эээ... Вот... Примерно... Такой... Ответ... Эээ... Я... Могу вам дать... Эээ... Повелаю вам всего самого... Доброго... Удачи... И... Надеюсь... Что... Ваша... Ситуация... Будет... Разрешена... Самым... Лучшим... Образом... Ситуация... Ответ... 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 От